И переходим к не менее известному сервису, который называется Яндекс.Форма. О нем меня спрашивали, начиная с прошлого года, целый год меня спрашивали про Яндекс.Форму на вебинарах очень часто. Я наконец-то изучила, рассказываю, что я поняла. Вот ссылочка. Давайте посмотрим на него. Во-первых, это замена нашего Google Формы. Начнем с этого. И как в Google Форме нам нужен Google Аккаунт, здесь нам нужен Яндекс.Аккаунт, соответственно, для работы. Что нам предлагает этот конструктор? Это бесплатный конструктор, предлагает различные опросы, анкеты, формы обратной связи, регистрации на мероприятия, разные заявки. В том числе можно создавать векторины и небольшие квизы. Ну как небольшие? Можно и большие. Да, тут все бесплатно, ограничений никаких нет. Для начала заходим, вот так выглядит стартовая страничка этого сервиса. Здесь можно уже взять готовый шаблон. Форма обратной связи, ну это понятно, когда вы просите пользователей что-то вам написать в ответ, какой-то отзыв оставить и так далее. Анкета – это опросник с вопросами, там фамилия, имя, отчество и тому подобная история. Дальше заявка. Ну это больше, наверное, нас не касается, это заявки на услуги, на всякие и так далее. Вот это хорошая форма. Форма с полями для контактных данных. Если вы проводите какие-то интерактивные мероприятия, какие-то там масштабные вещи, на которые у вас регистрируются пользователи, то есть готовая форма для этого. Там есть уже готовые поля для контактных данных, там телефон, адрес электронной почты, все предусмотрено. В общем, можно взять что-то из этого. Здесь нет готового шаблона для викторин, поэтому надо начинать с чистого листа. Давайте на него посмотрим. Вот так выглядит чистый лист. Сюда мы будем мышкой перетаскивать разные виды вопросов. Если у нас длинная викторина, то можно добавлять несколько разделов. У Google это называется разделы, в Яндексе это называется страницы. Можно вообще каждый вопрос на отдельной странице, но это не очень удобно. Ну, вот так штук по 5 на страничке будет, наверное, нормально в самый раз. С левой стороны у нас список. Это не вещь, у меня весь на экран не поместился. Там еще дальше идут всякие телефоны, ИНН и так далее. Вот я основное выделила. Ну, давайте посмотрим, что здесь для чего. Здесь можно создавать, вот, для викторин есть специальный раздел, который называется тесты и квизы. Здесь есть три варианта вопросов. Один ответ правильный, несколько правильных, и в качестве ответа число. Почему оно вынесено отдельно? Это как раз адаптировано для викторин. Там будет подсчет баллов. То есть, если вы не хотите вручную все проверять, правильно или неправильно, а хотите, чтобы за вас это сделал сервис, то вопросы надо выбирать вот из этого блока. Здесь мы назначаем количество баллов, и сервис все почитает. На последней слайде все покажет, сколько баллов набрали, и даже пропишет обратную связь, если вы ее придумали. Вот эти вопросы – это уже вручную проверка. То есть, вы открываете статистику, и там начинаете проверять, как и что у вас ответили пользователи. Здесь есть короткий текст, длинный текст. Ну, у Google это назывались абзацы, насколько я помню. Дальше. Текст без вопроса. Это интересная штука. Это вступление к вашей викторине. Вы можете там прописать какое-то вступительное слово или заключительное, или вообще в середину что-то вставить. Ну, в общем, вот для этого. Ну, здесь тоже есть один вариант, несколько вариантов, но здесь уже баллы не начисляются. Это вручная проверка. Есть выбор из выпадающего списка, да, нет, разные числа, оценка по шкале, о цене от 1 до 10 что-то, или до 5. Ну, и разные формы для контактной информации. Почты, ссылки, телефоны, файлы. Можно прикреплять файлы. Ну, разные даты, и дальше там еще больше всяких контактных полей. В общем, создатели тут предусмотрели практически все. Теперь давайте смотреть, как это работает на примере тестов и квизов. Вот, допустим, я выбрала вопрос с одним правильным ответом. Поле открывается такое. Вписываем вопрос, к нему можно добавить картинку. Ответы. Можно добавлять новые и новые варианты и прикреплять картинки. Загружаем их с компьютера. Обязательно отмечаем, что здесь правильного. Что у нас получилось, вот прямо здесь и будет отображаться. У меня картинки пока нет, поэтому здесь белое поле. Как только я ее загружу, здесь появится картинка. Если опуститься чуть ниже, есть дополнительные настройки. Тоже не пропускаем, они интересные. Здесь можно установить, что этот вопрос обязательный. Это, например, касается, если вы хотите проводить не анонимный опрос, а, допустим, у вас векторина, и нужно ее подписать. Вот, обязательным вопросом надо поставить фамилию, имя, отчество участника. И поставить здесь галочку. Что это значит? Это значит, что без ответа на этот вопрос векторина не отправится на проверку. Вот. Ну, собственно, вы любой вопрос можете сделать обязательно. Хотите, можете прям все. Дальше. Здесь можно сортировать ответы по алфавиту или в случайном порядке. Как хотите. Можно случайный порядок включить. Ну, и обязательно сохранить, не забываем. Возвращаемся опять назад и опять начинаем выбирать новый вопрос. В одной векторине могут быть разные типы вопросов. Так мы их заполняем. Дальше идем наверх. Начинаем настройки. Раздел настроек. Выбираем там тесты и квизы. И, собственно, начисляем баллы. Баллы мы начисляли, я вам забыла сказать, вот здесь. У меня было закрыто немножко. Да, вот оно. Поле, если видите. Вот оно. Здесь прописываем количество баллов. Рядом с каждым вариантом. Допустим, за неправильный ставим 0, за правильный ставим 2. Я не пробовала ставить минус 1, кстати. Возможно, сервис будет минусовать баллы. Надо попробовать, как это получится. Ну, после того, как мы все это сделали, идем в основные настройки и смотрим, как мы будем показывать. Нужно ли показывать результат прохождения теста. Если у вас просто тест для самопроверки, то пожалуйста. Если это контрольная работа, то не нужно здесь галочки ставить. Дальше. Дальше у нас здесь обратная связь. Это тоже очень хорошая штука. Это будет то, что показывается в конце прохождения этой викторины. Здесь мы прописываем вот это количество баллов. Мы меняем. Допустим, если участник ответил от 0 до 2 баллов, то это низкий уровень знаний. И мы здесь какой-то комментарий пишем. Придумываем название. И здесь какой-то комментарий пишем. Допустим, если он от 3 до 5 правильных ответов дал, то это средний уровень. И здесь мы то же самое. Что-то придумываем, какой-то комментарий добавляем. Можно добавить новые. У меня всего один вопрос был. А если я хочу больше, если у меня вопросов больше, то я могу еще несколько обратных связей. Это называется оценка по сегментам. У меня здесь два сегмента. Я могу сюда вставить три. У меня появится еще один. Четыре и тому подобное. Дальше. Оценивать можно еще в формате зачет-незачет. Допустим, вы здесь прописываете, что от 0 до 5 баллов, если он набрал, то это незачет. Все. И комментарий. А от 5 до 10 – зачет. Тоже комментарий. Вот так участники могут сами себя проверить, получить зачет-незачет и свои баллы. Спасибо большое. За добрые слова в чате. Вот таким образом работают настройки. Здесь еще есть разные дополнительные штучки. Здесь есть еще даже такой вопрос, как ветвление. Я просто пока в нем не очень разобралась, но в общем есть такая опция ветвления. Это когда участник отвечает на вопрос, выбирает какой-то вариант ответа, и в зависимости от того, какой вариант он выберет, ему предлагается следующий вопрос. Ну, вот как такая дорожка разъединяется в разные стороны. Ну, для квизов это не очень характерно, это больше характерно только для каких-то опросников, наверное. Если вы мужчина, то вам такой вопрос, если вы женщина, то такой. Ну, вот. Хотя такая опция здесь есть. Так что вот она тоже присутствует. Я обучалку подготовила, вернее, не я подготовила, я ее нашла. Вот, она есть внутри презентации, там подробные правитвления тоже есть. Вдруг вас заинтересует эта информация. Самое интересненькое – это у нас тема. Вот она. Оформляем нашу викторину, выбираем что-то из вариантов. Здесь у нас есть разные штучки. Здесь уже прямо вариант и с фоном, и со шрифтом, и даже с цветом щелкаем. Можно что-то из готового выбрать, стандартные темы. А можно создать свою тему. Если нажать на эту кнопку, то откроется поле, и мы можем выставлять шрифт, цвет, размер, ну, картинку загрузить свою собственную. Вот для этого всего. Ну, и то, что получается, вот сразу мы видим, как это будет смотреться в итоге. Можно ли задавать, например, 5 вопросов из 50, чтобы выпало? А, в случайном порядке, чтобы вопросы выпадали? Что-то я такого там не встречала внутри Яндекс.Формы. Ну, это надо более глубоко проникнуть. Есть там случайный, по-моему, вопрос в настройках. Я видела где-то. Вот есть скрытые вопросы, что там можно скрывать. Ну, в общем, это надо подумать, потому что я так глубоко не копала в Яндекс.Формах, честно говоря. Для меня это такой же новый сервис, как для вас. Я точно так же учусь, как и вы, потому что приходится искать иногда замену. Итак, на выходе. Вот эта кнопочка «Предпросмотр» показывает, что у нас в итоге получилось. И вот кнопочка «Поделиться». Мы до нее добрались, и ваш вопрос, кстати. Вот, пожалуйста, кнопочки, чтобы делиться в социальных сетях и в мессенджерах. Вот здесь есть контакты-одноклассники, и Телеграм тоже присутствует. Это код, это чтобы на сайт или в блог вставить. Ну, и даже есть Вики. Если вдруг вы на Яндекс.Вики работаете, то даже это есть. В общем, тут все придумали за нас. Тут все рабочее, все хорошо, функционирует, отлично смотрится. Дополнительно здесь можно, например, снять форму с публикации. Если у вас это мероприятие уже не актуально, то мы просто передвигаем ползунок назад, и все, теперь на вашу форму никто не зайдет. Например, вы закончили прием в ответах, все, закрываем форму, и все, больше никто ее не увидит. Здесь есть статистика, ее можно посмотреть в разделе «Ответы». Вот у меня сейчас закрыто. Вот это как раз вкладка с ответами у меня сейчас открыто. Пока у меня написано, что ответов нет. Ну, и только опубликована форма. А так, если у вас будут отвечающие, вы здесь информацию получите и по всем ответам, и по всем вопросам, по отдельным пользователям тоже. В общем, по сути, если вы с Google формами работали, то это недалеко от этого примерно такой же функционал, примерно такие же возможности. Единственное, чего здесь нет, здесь нет совместной работы над викториной. Здесь индивидуальная авторская работа. Вы не можете пригласить соавторов, чтобы они тоже поредактировали вашу викторину. Но, наверное, это и не нужно. Что-то мне так сдается.